Белый медведь-алмаз, кабан-винни, леопард-стивен и многие другие животные изображены на картинах, представленных на выставке «Следы на снегу». Это совместный проект школы-акварели Лары Марковой и Преамурского зоосада. Как говорит художница, идея сотрудничества родилась спонтанно. Мы ходили в Градековский музей и случайно, совершенно столкнулись с Еленой Александровной, познакомились с директором зоосада. Совершенно случайно. Она узнала, что я художник, я узнала, что она директор зоосада. И была такая искра, предложили, можно к вам прийти на пленэр. Первой моделью стал кролик. Затем ученики школы-акварели учились рисовать и других обитателей зоосада. Семья Жгулевых, мама и дочка, вместе ходили на такие уроки. Очень сложно было рисовать животных, потому что они действительно позировать совсем не хотели. Они хотели заниматься своими делами. То убегали, то наоборот выходили. Я рисовала с живой натуры впервые. Раньше только с предметов или чего-нибудь другого, который не двигается. И поэтому это было тоже очень сложно. У каждого животного свой характер и особенности внешности. И как отметили сотрудники зоосада, все эти детали художники смогли передать в своих работах. Я увидела результат их работы, я просто была поражена, у меня не было слов. То есть я увидела работы, на которых, ну вот они сейчас здесь есть на выставке, да, тут, конечно, все узнаваемо. Здесь и наши красные волки, красавицы, красавицы, наш алмаз. Картины представлены в Дальневосточной государственной научной библиотеке. В прошлом году учреждение уже помогало организовать первую выставку школы «Пробуждение». Дальневосточная государственная библиотека регулярно проводит разные встречи, коллаборации с творческими личностями города Хабаровска и предоставляет свои площадки для того, чтобы они могли, так сказать, выплеснуть свое творчество для людей и большее количество народу могло с ними познакомиться. В арт-проекте «Следы на снегу» приняли участие 17 художников в возрасте от 12 до 70 лет. Они нарисовали 80 картин. Полюбоваться ими можно до 31 января. Яна Линкевич, Андрей Авдеев, Большой город.